всем привет с вами очередной выпуск подкаста front end weekend его бессменный ведущий андрей смирнов и сегодня у меня в гостях григорий шехет разработчик в граммарли да у тебя как-то более полно называется я софтвер инженер project lead потому что мой проект команде в которой работа очень большой из этого мне дали такой как бы мини должность project lead в принципе как бы я софтвер инженер нас почти все либо senior software инженер либо софтвер инженер а команда у тебя большая в киеве получается человек 5 и в сан-франциско человека 4 как бы у нас есть техлит как бы но мой тех лет сейчас на франциско окей давай по традиции начнем с того как ты в принципе попал в разработку вот я нашел интервью твое письменное в котором было указано как ты в принципе стал разработчиком что ты там выпускном классе это решала вот подобное расскажи вот эту историю подробнее а не в двух предложениях не вообще как я по в разработку это даже наверное не история в двух предложениях как бы последних вас о школах я думал либо поступать на архитектора либо поступают на программистов как бы я учился в художественной школе до этого из как бы я любил рисовать не нравился дизайн раввилась как бы интерфейса но с точки зрения как бы дизайна не с точки зрения разработки. Но в последних классах школы я очень много занимался математикой, как бы там писал различные работы. У меня была даже работа, где я разработал собственный формат изображений со своим сжатием. Она, правда, не выиграла никакой из конкурсов, зато моя самая простая работа заняла третье место на конкурсе работ, который я написал, по сути, за одну ночь. Из этого в конце я решил, я подумал, что я имею хорошее знание математики, чтобы не поступить куда-то программистом. Я знал базово язык Basic и Pascal. Особо вообще разработкой не занимался, и я думал, если честно, что у меня, возможно, ничего не получится. Но да ладно. И свой второй день в институте к нам пришел преподаватель. И я подумал сначала, что это какой-то студент-старшекурсник. Он был такой хипстер в коричневых брюках. Тогда хипстеры ходили в коричневых брюках. У него был маг. Я сначала подумал, что это какой-то старшекурсник. Просто пришел в Инду переустанавливать, потому что у нас были сисадмины, они такие хипстеры были. Но когда ты увидел маг, понял, что он в Инду точно не переустановит? Ну, не знаю, может быть, Linux переустановит. И когда он начал с нами говорить, и сказал, что он преподаватель, я подумал, блин, вот это крутой преподаватель. Я его предмет хочу учить. А преподаватель как раз работал в Grammarly, и он преподавал веб-разработку. Это Евгений Чичурин. Да. Отлично. Подготовка дает о себе знать. Правильно ли я понимаю, что это уже как раз был Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, насколько я смог перевести на русский язык с сайта украинского. Насколько там вообще много факультетов было, посвященных программированию? То есть у тебя просто очень в общем стоит Computer Science, что ты изучал. Там это была единственная программа или еще какие-то были? В принципе, там программирование преподавалось вроде либо на трех, либо на четырех факультетах. Из них где-то на четырех преподавалось Computer Science. Также там была типа программная инженерия, это типа Software Engineering. И я вообще в первую очередь, когда поступал, я хотел именно поступать на Software Engineering, не заниматься там общей математикой, аналитикой и так далее, а именно как бы заниматься программированием. Но как бы самый крутой конкурс был вот как раз на мой факультет, и там я посчитал, что возможно моего проходного балла не хватит, чтобы поступить. Там, получается, как бы было бюджетных мест где-то мест может быть 30, заявок было где-то больше 800 и я где-то смотрел, что я могу в эту трясатку и не пройти. Хотя, как в конце оказалось, если бы я подал бы документы, я прошел бы в эту трясатку, будучи где-то в 29-м. Кстати, как бы я посмотрел, что я точно проведу на Computer Science, там было 120 мест, я там был где-то в 14 лучших. Да, причем на эти 120 было больше 3000 заявок. То есть, как бы Computer Science, наверное, это один из самых прикольных в Украине, но вообще, как бы, вопрос системы образования вообще в постсоветских странах, это отдельная история. Ну, очень интересно, кстати. И, как бы, я общался с людьми, которые, как бы, учатся и за границей и так далее, и, как бы, об этом можно чуть позже поговорить. В результате, как бы, когда я начал, то есть, у меня появился крутой предмет, в котором был крутой преподаватель, который работал в неплохой компании. Я подумал, что таких преподавателей у меня точно не будет больше, потому что, как бы, я посмотрел на всех остальных, и это чаще всего мужчины и женщины за 50, которые, как бы, наверное, о реальном программировании мало чего знают, либо не дают мне самое свежее знание. Этот парень, как бы, сначала нам... То есть, у нас была первая лаба, он каждому скинул сайт и сказал, сверстайте, сверстайте вот этот вот лендинг. В результате, как бы, я знал какие-то базовые знания HTML и CSS, и мне не составило труда сверстать страницу, более, встал на первый раз в жизни, за часа четыре. В результате, когда у нас была первая лабораторная практика, и он показывал, кто что сделал, когда открыли мою страницу, единственное, кто вообще что-либо сделал, как бы, путное, кроме, там, парочки парней, которые уже, как бы, с класса, наверное, девятого верстали на фрилансе. В результате, некоторые люди, которые, как бы, я сделал первую лабу за четыре часа, некоторые делали пару месяцев. В результате, как бы, я делал, старался делать больше лаб, потом в Украине есть такой чемпионат, сейчас он уже европейский, называется UA Web Challenge, типа соревнования веб-разработчиков, и он предложил, кто хочет, может просто поучаствовать. В результате, я там начал участвовать. Это была, наверное, такая первая моя задача, то есть, с ТЗ, там, со всем, с макетом, чистенько все, как я должен сверстать. В итоге, я там стопудово намудрил очень сильно с медиами, потому что я тогда, у меня огромной практики верстки не было, у меня, наверное, было там штук 20 меди. Я пытался, короче, перекрутить эту верстку под любой размер экрана, которого даже не существует. И, вы знаете, я, понятное дело, никуда не прошел дальше. Но я реально очень круто освоил верстку, и когда закончился курс, он каждому там скинул сколько у него баллов, пожелал удачи и так далее. Некоторому он писал личные какие-то сообщения. И также, что, кстати, прикольно, что этот преподаватель, он давал нам книжки, то есть, каждую неделю мы должны были прочитать какую-то книжку. Например, книжка была там как «Ководство» или «Психбольница в руках пациента» по интерфейсам. То есть, каждую неделю я читал какую-то книжку по созданию интерфейсов, по их проектированию и так далее. В результате, когда закончился курс, я уже знал JavaScript, я умел верстать, и я после первого семестра пошел на фриланс. Причем, я сразу же на сессии заболел после сессии. И у меня была температура 38, я зашел в интернет, и случайно в одном из пабликов ВКонтакте нашел, что какой-то стартап ищет верстальщика фронтендера. Я решил им написать, типа, ну, все равно я болею. Они мне ответили. Оказались парни из Киева. У них был свой стартап. В результате, пока у меня была температура 39, я и так сидел ночью. То есть, целый день. С утра до ночи я сидел, верстал, делал им фронтенд. Получил свою первую копеечку. А эти парни оказались очень прикольными, потому что это был стартап двух дизайнеров, которые до этого в свободное время врисовали в углу вот эти вот, знаешь, вот углу Айс, вот эти вот красивые картиночки, типа, к нам на всякие праздники. На тот момент именно один человек, ну, как бы, один дизайнер не рисовал больше шести дудлов. И один из этих парней как раз и нарисовал шесть дудлов, потом оказалось, что там какой-то индус больше его нарисовал. Но, как бы, они были реально очень крутыми дизайнерами. И с их проектом было очень прикольно работать. В результате, как любой такой гаражный стартап, он загнулся. И параллельно, когда я доделал свою работу, я через какие-то знакомства начал на фрилансе верстать. Потом ко мне пришли эти парни, говорят, пока мы его отдали на аутсорс, этот стартап, что-то еще, давай создадим свою веб-студию, например. Я такой подумал, ну, окей, давайте, я учусь на первом курсе, почему бы и нет. Затем мы сделали пару-тройку проектов. Потом и в веб-студии, я не знаю, почему загнулось это в веб-студии. Наверное, потому что, как бы, я хотел пойти в какую-то большую компанию, работать, чтобы набираться больше опыта. У меня, как бы, большого опыта не было. Мне только исполнилось 18. И я писал во все почти компании, которые есть в Украине. То есть, там, в ноутсорс, там, в епамы, в яндекс писал и так далее. Там, письма, находил вакансии джунов, проходил собеседование. И когда люди узнавали, что мне вот такое исполнилось 18, я учусь на первом курсе, они говорили, что, чувак, мы ищем парня на full-time, мы тебя взять не можем. Хоть логично. Хоть, типа, и ты, как бы, делаешь тестовые задания, и вроде знаешь. Ну, как бы, сейчас я понимаю, почему логично. Не, а ты сам вот чем руководствовался в то время? То есть, ты еще только, там, первый семестр закончил. Заболел, слег с температурой, ну, это отдельный вопрос. Я, когда у меня температура 39, я умираю. Я не знаю, как ты мог там что-то верстать. Вот я бы просто лежал и умирал. Я сейчас так же лежу и умираю. А, это молодость. Да, это была молодость. Я понял. Я хотел себе купить макбук еще. То есть, это была главная моя цель. Я хотел себе купить макбук, и у меня не было на него денег. Круто, я понял. И, то есть, вот ты в этой веб-студии, в маленькой, поработал с этими ребятами. Да. Потом, видимо, за это время ты не смог заработать на макбук. Или смог? Я смог заработать на макбук. А вот тебя уже учеба в университете совсем перестала привлекать? В принципе, почти все предметы я понял, что я могу намного круче учить сам. То есть, я могу сам зайти на Курсеру, выучить курс, и прийти, и даже лучше некоторых студентов объяснить этот курс преподавателя. То есть, и еще я понял, что очень много преподавателей очень плохо знают свои курсы. То есть, точнее, даже не то, что очень плохо, они знают на образце, там, не знаю, какого-то 90-го года. И это далеко не образец 2014 года. А ты пробовал делать свои курсы? Ну, то есть, чтобы судить о том, что... Я сейчас, я сейчас этим... Так получилось, что последнее, получается, семестр, я как бы, я все еще учусь. И я был в Сан-Франциско, и как бы вообще не посещал занятия. И у меня как бы есть какой-то преподаватель, мой научный руководитель, и он меня может, по правде говоря, немного отмазать от каких-то предметов, делая ему какую-то работу. И одна из таких работ, это что она сейчас делает магистрскую программу, и меня с парнем попросили, которым я был в Сан-Франциско, мой друг, которого я как бы потом привел на работу, попросили сделать этот курс. И мы сидим сейчас, делаем курс. Вот я даже, будучи в Москве, в одну из ночей сидел, оформлял описание курса. Мы ходили даже по некоторым там IT-архитекторам, даже в долине спрашивали, брали какое-то их экспертное мнение по данному курсу. Проблема в том, что этот курс, как он называется? Называется разработкой деплоймента информационных систем. И получается, как бы в один курс пытаются впихнуть как и разработку, так и деплоймент, так и потом поддержку, написание тестов и так далее. И вот хоть, возможно, курс и получится неплохой, потому что мы как бы просили, спрашивали экспертное мнение по деплойменту, потому что у нас очень крутая платформа в Рамареле, я считаю, парни, которые занимаются платформой, очень прикольные штуки делают. И мы у них основных техледов спрашивали экспертное мнение и так далее. То есть, как бы технологический стак будет крутой и новый. Но, с другой стороны, впихнуть столько стака в 4 занятия, это нереально. А что это будет и для кого? Это будет очное? Это будет очное для магистров. Прямо вот в этом же университете в твоем? Надеюсь, 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 нет. То есть, а ты сейчас на каком курсе, на четвертом? На пятом. На пятом. Поступил вот на пятый курс. Ага. И ты, получается, будешь читать... Нет, я, наверное, не буду читать, наверное, будет читать кто-то другой. Но, как бы, по поводу читать и разработки курсов, это была, наверное, одна из причин, почему я решил поступить на магистратуру. Это то, что я смогу читать. Потому что, как бы, я очень много выступаю с докладами, и мне реально нравится именно очно читать людям. Разрабатывать материал, чтобы это было интересно, чтобы это было как игра, чтобы было как забавно. И, с другой стороны, как бы, я понимаю, что я попал, как бы, в мир фронтенда, потому что, как бы, я пришел так же в институт, познакомился с крутым парнем, который меня вдохновил этим заниматься. И я считаю, как части своим долгом, в будущем кого-то так же научить, обучить. И, насколько я читал, он тоже как раз работает в Grammarly, и он твой почти там руководитель. Нет, когда я пришел в Grammarly, давай тогда продолжим историю. То есть, я очень много фрилансил, и, как бы, я, в основном, не фрилансил на каких-то там биржах и так далее, у меня не было аккаунта. Я очень много, как-то так, получалось, находил по знакомству. Какой-то дизайнер меня посоветовал какому-то другому дизайнеру. У меня была очень одна смешная ситуация по поводу института, что, как бы, у меня была проблема с физикой, и у меня была контрольная по физике. Вместо того, чтобы к ней готовиться, я всю ночь вытрачивал, можно так сказать, пикселя дизайнеру со штатов, и ночью с ним по скайпу до 4 утра, выставлял все медии. В результате, потом с утреца встал, у меня было 8.30, было контрольная, я, понятное дело, ее завалил, потом на выходных учил, пересдавал и так далее. В результате, как бы, я писал, как я уже говорил, я писал во многие компании, все мне отказывали. В результате, был вот, опять был вот этот вот веб-челлендж, и я там уже участвовал уже в скрипте, не в верстке. Я прошел финальную часть, и я параллельно порой переписывался со своим ментором, спрашивал, там, как бы, давал ему код на ревью или так далее. То есть, как бы, он уже не был моим ментором, то есть, мы просто общались. И в один из моментов он меня спросил, что ты делаешь летом, я говорю, то вот сейчас ищу куда-то, не знаю, на стажировку хочу пойти, либо работать, не знаю, как бы, потому что, ну, мне не хотелось. Я был уверен, что если я никуда не устроюсь, я буду, как бы, я любил спорт, я любил играть в футбол, я стопудово проиграю в футбол целое, либо прорисую целое лето, и не буду заниматься программированием. Он мне сказал, что он может договориться, и меня могут взять на стажировку в граммаре. В результате я попал на стажировку, и там он был моим ментором. Хорошо. Ты упомянул, что ты много выступаешь, и, в принципе, сколько у тебя всего было докладов? Я вот только что добавлял доклады в резюме, вот буквально сегодня, и у меня реально уникальных докладов, наверное, штук 18-19, именно уникальных, не повторяясь. Я вообще не очень сильно люблю повторяться, максимум два раза могу прочитать один и тот же доклад. Если есть запись, то мне даже второй раз не хочется его читать. В основном, когда я изучал твои доклады, они так или иначе как-то связаны с реактивным программированием. Есть ли доклады, которые не связаны? Это последнее время. То есть, в основном, последнее время я привержен из того, что есть люди, которые просто выступают на конференциях, просто чтобы выступить. И я считаю, это не прикольно, прикольно рассказывать про то, чем ты занимаешься. Учитывая, что мы в Рамберле очень много используем реактивное программирование, в последнее время написали Focal, то я рассказываю про Focal, рассказываю про MobX, про State Management, про React-архитектуру, потому что я контрибутил в MobX, я очень много работал с различными архитектурными реактор-решениями, свои велосипеды изобретал и так далее. Также мне нравится SSNGS. Я рассказываю про SSNGS, причем про разные имплементации, потому что у разных имплементаций были проблемы с перформансом. В результате я написал бенчмарки, которые некоторым даже разработчикам помогли, например, Макс Тойбер, когда релизили последнюю версию Stowed Components, он со мной общался, и им реально мои бенчмарки очень сильно помогли, они даже в блокпосте. Я вчера только случайно заметил, что они в конце упомянули, что типа, большое спасибо Грише за его бенчмарки. И я даже типа, он мне скидывал блокпост, я его так скользко просто посмотрел, а вчера просто перечитывал, такой смотрю, в конце целый абзац, я такой, бред, круто. Правильно я понимаю, что вот, например, там тот же Focal, ты прям целенаправленно ездишь, его рекламируешь. Пытаюсь. Но это происходит с подачей Грэмарли или твоя инициатива? Нет, это моя инициатива. То есть я подаюсь на конференцию, говорю, что вот меня запровели, могу ли я поехать? Они такие, окей, не вопрос. То есть, в принципе, меня Грэмарли поддерживает с конференциями. Но опять же, как бы, с самого начала, когда я начал выступать, менеджер мне просто привел примеры. Как бы, плохого вида это именно рассказывать не о том, о чем, как бы, просто рассказывать, а вы рассказывать. И я для себя сделал выводы, что надо рассказывать про то, о чем ты работаешь, тогда тебе будет несложно подготовить доклад. Это будет один вечер максимум, один-два вечера. Тем более, как бы, у меня в самом начале... Вообще, мой главный позыв, почему я начал делать доклады, это потому что я очень сильно заикаюсь. Очень сильно заикаюсь. И когда у меня очень какие-то стрессовые моменты в жизни, я просто не могу связать ни одного, там, предложения и так далее. И у меня даже до недавних пор, как бы, я не мог даже просто начать разговаривать с каким-то посторонним человеком и не начать заикаться. И, в частности, как бы, публичные выступления мне немножко чем-то помогли перестать заикаться. Но сколько лет назад ты перестал заикаться? Или все еще заикаешься? Наверное, я еще не до конца, как бы, даже сейчас. То есть, то, что я был сейчас в Сан-Франциско, мне еще больше помогло перестать заикаться, потому что я очень заикался сильно на английском языке и на русском языке. Как бы, в некоторых ситуациях, когда, например, я звоню, не знаю, в ресторан заказать столик, то первое предложение, я точно буду заикаться с консультантом, например. И вот сейчас, когда я вернулся, я очень много говорил на английском, я перестал заикаться на английском. И когда я приехал в Киев, что мне больше всего не хватало в Сан-Франциско, немного забегая наперед, это грузинских ресторанов, там нет грузинских ресторанов. И когда я приехал, меня встретил друг, то он мне сказал, давай куда-то пойдем посидим. Я говорю, давай только в грузинский ресторан. Я взял, позвонил в грузинский ресторан один, и я не заикался, я сам удивился, если честно. Окей, ладно, раз уж мы начинаем так или иначе переходить к Сан-Франциско, давай, во-первых, насколько я понимаю, в Грэморли есть, как вы уже говорили, есть офис в Киеве, есть офис в Сан-Франциско. Да. Как ты работаешь в Грэморли, получается, уже где-то около трех лет. Три с половиной года уже. Ага. И сколько раз за это время ты был в Сан-Франциско? Вот это был первый раз, когда я там был, то есть я там был три месяца. Я нашел твой телеграм-канал, который ты посвятил путешествию в Сан-Франциско и назвал его «Жизнь глазами 22-летнего», «Software Jedi», «Путешествие, работа, лайфстайл» про Сан-Франциско и жизнь там. Довольно интересное чтиво, цитировать я, конечно, не буду, но в целом расскажи, с учетом всей той информации про Сан-Франциско, которая появилась, очевидно, что ты был довольно впечатлен тем, что там увидел. Во-первых, это я был первый раз в Штатах. Во-вторых, это был первый раз, где я именно непосредственно жил в месте, где я как бы оказался. Потому что вот этот вот опыт мне дал такую мысль, что это немного по-разному, когда ты, допустим, путешествуешь, едешь, не знаю, куда-то в Азию, там тусишь две недели, возвращаешься домой и начинаешь дальше работать. И непосредственно разница, когда ты там год в каком-то Таиланде условно живешь. Потому что ты встречаешься уже с реальными проблемами, с которыми встречаются жители того места, и начинаешь их как-то решать. Либо как-то с ними пытаться бороться. И отчасти это одна из причин, почему я бросил писать канал. Потому что, как ты видишь, там всего первые, наверное, 10 или сколько, или 9 эпизодов. Потом меня очень много из тех, кто читал, спрашивали, почему ты перестал писать. Возможно, я вернусь к этому начинанию. Но у меня была главная проблема в том, что я очень сильно впечатлился парой вещей, которых не очень, наверное, sensitive, как я там уже понял, там очень важная тема diversity и sensitive. И я понял, что эти вещи очень сильно противоречивые. И первую вещь я понял, когда я на День Благодарения, мы поехали на машине и объездили всю Калифорнию почти с друзьями. Я понял такую проблему, что очень много бомжей, очень много каких-то людей под наркотой, и у каждого есть пушка в бардачке. Почти у каждого есть пушка в бардачке. И меня это очень сильно впечатлило, и очень сильно не понравилось. И я написал, прям приехал, написал статью, и я давал все свои статьи. У меня ревью вела девочка, которая у меня в теме... Она раньше была тестировщица, сейчас больше UI пишет, как бы она с перми. И она ревью вела мои тексты, как бы говорила, норм, не норм. В основном как бы исправляла грамматику немного. Ты же в Grammarly работаешь. Запятые, запятые. Писать не грамотно. Я же не на английском пишу. Как бы... Представляла правильно запятые. Это, кстати, очень важный момент. Когда ты пишешь на английском и хочешь поставить запятые, ты не должен ее ставить. Когда ты пишешь на русском и хочешь поставить запятые, ты ее должен ставить. В результате у меня очень часто слишком много запятых, когда я пишу какое-то именно важное сообщение. В результате я на эмоциях написал статью, и она мне сказала, что давай-ка лучше разберешься, потом приходи. В результате я недели две ресерчил тему оружия, почему оно хорошо, почему оно плохо. У меня прям был РСС-канал, который просто я за завтраком читал, как какой-то там бывший военный поп заказал на eBay М16 и пошел в гей-бар расстреливать геев. Там вот такие есть в каком-то там, не знаю, Коннектикуте, например. И я хотел уже написать статью, я даже плюс-минус написал какой-то драфт, и я понял, что мне просто страшно это опубликовать, учитывая, что я в будущем хотел бы поехать в Штаты и там жить. Окей, хорошо, давай на этом остановимся. Ты хочешь в итоге поехать в Штаты и там жить. В целом, вот какие самые запоминающиеся были моменты в Штатах, кроме пушек, которые ты там отметишь? Что мне больше всего нравится в Калифорнии, это природа. Реально, я думаю, в Москве это, наверное, еще более актуально, чем в Киеве. В общем, Москва намного больше. Но, в принципе, чем мне нравится Сан-Франциско, то, что, допустим, я могу вечером сесть на машину и поехать в Тахо, там переночевать и утром уже кататься на сноуборде. Либо поехать в Юсамити-парк, либо в Сиерру ночью так же, перед выходными, и там потом лазить по горам. В том вечере было получено вернуться в Сан-Франциско и пойти на работу. Если даже, а у меня, во-первых, нет прав, и я в основном ездил с другом. Когда у нас сломалась машина, либо друга не было в Сан-Франциско, то я просто мог сесть на метро и на метро доехать до океана, просто там лазить целый день. Тем более, я себе купил квадрокоптер, и это очередное занятие, потому что нигде нельзя летать на квадрокоптере. И это отдельный квест найти место, где можно летать на квадрокоптере, пообщаться с копами, которые тебя стопнут, доказать им, что здесь-таки можно летать. И это такой, типа, интересный экспириенс был. Сколько раз тебя останавливали американские? Один раз остановил коп, и именно я с ним так плодотворно пообщался и смог доказать, что я там могу летать. А бабушке, которая меня остановила потом, я не смог доказать, у нее оказалось чуть ли не сборник прав на айфоне. Я думал, ты скажешь, что у нее оказалась пушка, и она... Нет, я же сказал, в бардачке, бабушка же не на машине была. Окей, хорошо. А по поводу самой работы. Ты там, по сути, работал прямо в офисе. Да. А в чем особенность работы? То есть, почему ты туда поехал? Как ты там работал? Какая там была команда? Чем это отличалось от работы в Киеве? Вот такие моменты интересные. Ну, получается, что у меня до этого был техлит, и он был в Киеве. Потом он уехал в Сан-Франциско, и в Киеве был один техлит, в Сан-Франциско был другой техлит. Тогда мой техлит уехал в Сан-Франциско, он немного изменил команду, он сейчас техлит в другой команде. Получилось, что мой сейчас основной техлит, он бэкэнд-разработчик, и он в Сан-Франциско. Второе, как бы, основное, получается... Мы запускали очень большую фичу новую, и, получается, она была завязана как и на бэкэнд-разработчику, так и на фронтэнд-разработчику. И получается, как бы первая моя задача, которая занималась в Сан-Франциско, это был запуск этой большой фичи. Во-вторых, получается, как бы моя команда, наверное, можно так сказать, единственная команда, у которой, вообще в Grammarly, у которой задачи, получается, у нас получается, я не в команде, которая разрабатывает продукт, у нас, как бы, часть продукта пишется в Сан-Франциско, extension, например, редактор пишется в Киеве. Моя команда занимается тем, что вокруг, получается, как бы, я, допустим, project lead в проекте, который Grammarly.com, то есть, как бы, именно его фронтенд составляющий. А расскажи, я уверен, что половина слушателей будет не в курсе о том, чем занимается Grammarly, вообще, вот, сам продукт Grammarly, он в чем заключается? Получается, как бы, идея Grammarly в том, чтобы научить людей, как бы, чтобы все люди писали грамотно на английском языке. Получается, у нас есть некое, как бы, ядро, которое, как бы, там, за этим ядром скрыто очень много machine learning, data science, у нас сейчас есть новый офис, который в Нью-Йорке, там, одни PhD-шники сидят, которые, непосредственно, как бы, и разрабатывают ядро и так далее. Обучают машину писать грамотно. А также есть различные клиенты. Первым таким клиентом это был редактор, то есть, его пишут в Киеве. Есть экстеншены, экстеншены для Хрома, Firefox, Safari и Edge. Причем, что самое интересное с Edge, что мы его даже вроде не хотели запускать. Мы его запустили, и на Хром-саммите вышел SEO-компания и сказал, что, типа, иначе SEO-Edge, наверное. И он сказал, что, типа, вот, наконец-то мой любимый экстеншен появился для Edge. И, типа, сказал про Граббарды. А мы даже нигде в тот момент не анонсировали, что мы запустились на Edge. Также есть расширение для Варда. Это один из самых первых продуктов. Есть даже нативные апки, но, как бы, они не очень так сильно популярны, сколько были популярными. И сейчас вот новый продукт, который понемногу набирает популярность, это клавиатура. Мобильная клавиатура, которая будет исправлять грамматику. Окей, давай вернемся еще к твоей поездке в Сан-Франциско. Я еще, вот, когда читал твой канал, я там прочитал про еду, про прививки, про бомжей, про Макдаки, что можно получить украинские права, чтобы пить до 21-го. Ну, не права, а айсик. Ну, не суть. Там было написано. Да, для права, да. Вот, насколько активная у тебя была жизнь, что ты мог вот эти все наблюдения сделать? То есть, как вообще складывался твой обычный день в Сан-Франциско? Обычный день, как бы, я, у меня там немного график более нормированный, в отличие от Киева. И я там вставал где-то около 6, допустим, 30 утра, там, ел, собирался, умывался, ехал на работу. Где-то в часов 8-30, в 9 точно сидел уже в офисе. Работал. Работал где-то до часов 5. Из 5 мог быть в вольном себе куда-то уйти. И очень часто я себе либо сам придумывал, либо находил какого-то там друга интерна в Гугле. И у меня, как бы, мой основной друг, который работал в Васане, он придумывал различные мне, как бы, парни, с которыми мы приехали, которые привели в компанию, различные активности. И вот мы вечно там тусили там до ночи где-то. То есть, как бы, был такой новый немного экспириенс, как это все работает в Штатах и так далее. Кстати, когда я возвращался домой, мне, как бы, особо там консорством заниматься или чем-то не хотелось. Были мне в 6 часов в 6-30 вставать. Я шел сразу же спать и, как бы, вставал. А на выходных я просто лазил по городу, куда-то пытался поехать и так далее. То есть, у меня сейчас, как бы, экспириенс мой, конечно, по отношению, как бы, с разницей, как я в Киеве провожу время, он, конечно, сильно отличался, потому что в Киеве там. Я на выходных встал, у меня какие-то ищутся на пансорсе. Я сел на выходных, начал тратить время на пансорс, либо там дайджест писать. То есть, в Киеве ты на выходных не отдыхаешь? Не, я отдыхаю, но отдыхаю в основном ночью. Что это за отдых? Бары? Блин, ну, там, я не думаю, истории, которые, не думаю, будут, как бы, интересны фронтендом. У меня много друзей, как бы, я раньше занимался футболом, у меня очень много друзей, которые футболисты, которые профессионально играют в футбол даже сейчас. И есть пара друзей, один друг, который занимается музыкой, он пишет рэпчик, сейчас даже альбомчик вроде запустят. И, как бы, у нас просто происходят различные приключения ночью. Понятно, то есть, тусовка футболистов и одного рэпера, и одного фронтендера. Не, ну, там, как бы, там есть парни, которые, там, свой бизнес уже пытаются запустить, то есть, там пара. Да, я единственный из них программист, и это очень смешно, когда они меня там спрашивают, что это про блокчейну, или почему-то. Я же говорю, да, пацаны, я, там, типа, немного другим занимаюсь. Но ты же программист. Ну да, но ты же программист. Классик. У меня самый популярный выпуск во фронтенду Уикенде называется «Почему нужно учить JavaScript и уезжать за границу?». Вот, соответственно, чтобы сделать этот выпуск популярней, давай, я тебя спрошу о том, вот, ты сказал, что хочешь уехать в Сан-Франциско в итоге, жить и работать. Что нужно сделать вот обычному рядовому слушателю фронтенду Уикенда, чтобы тоже переехать, жить и работать в Сан-Франциско? Ну, я еще не переехал уже. Ну, ты уже там пожил. Ну да, но я там уже пожил. Ну, как по мне, надо, самое сложное именно со Штатами, в отличие от Европы, это получение визы. В Европу получить визу намного проще. Из-за этого, как бы, если ты просто находишь компанию какую-то европейскую, ты довольно крутой чувак, и они видят, что ты крутой чувак, они тебя очень просто могут тебе сделать визу. Ты поедешь в какой-то условный 1001 берлинский стартапчик, будешь спокойно жить в Берлине, и потом, там, через пару месяцев найдешь себе уже нормальную работу в Берлине, у тебя уже будет виза, поменяешь компанию, будешь спокойно жить в Берлине. В Штатах все намного сложнее. В Штатах очень жесткая проблема с визами, и я раньше думал, что, окей, там, допустим, можно иметь какую-то там условную H1B, это виза, которая лотерейная, инженерная. Ты, допустим, можешь получить визу, и ты с ней можешь менять компанию. Я такой думал, блин, вот, наверное, прикольно парням, которые имеют H1B, они там приедут даже в плохую компанию, если они потом просто поменят на какой-то условный Airbnb, потому что там, реально, поток предложений больше, чем специалистов, потому что, реально, очень-очень много стартапов разных. Там прям очень, буквально, например, это блокчейн, если там столько стартапов блокчейном, там просто из воздуха делают стартапы. И, понятное дело, всем нужно разрабатывать интерфейс, у любого продукта должен быть интерфейс, и там, будучи, там, мобайл, десктоп, как бы, веб, все равно, как сейчас, джаваскрипт очень-очень популярен, потому что с появлением, там, реактива, электронов, все хотят сократить, особенно эти стартапы на разработчиках, и они думают, что я сейчас найму одного парочку джесов, и смогу себе и Android наклепать, и iOS наклепать, и так далее. Получается, как бы, спрос большой, но есть проблема с визами, как я говорил, то есть, получается, очень сложно получить визу. А тебе визу за сколько сделали? У меня сейчас L1 виза, это виза, которую делает компания, и я привязан к этой компании, то есть, как бы, если я поеду там работать, я буду работать только в этой компании. Логично, но тебе за сколько это визу? Ее делали мне не очень долго, но чтобы ее получить, я должен год работать в компании, должен год работать в Америке. То есть, как бы, если кто-то хочет поехать в Штаты, как бы, я, наверное, самый, наверное, простой вариант, это пойти в условную компанию, которая есть в офисах в Штатах, и пытаться с ними договориться, чтобы их перевезли и сделали L-ку, либо им проспонсировали сделание H1B. Я как раз слышал историю, у меня приятели уезжали в Штаты так, им Майкрософт предлагал год работать в Москве за, ну, даже по московским меркам такие, не особо большие деньги, но за этот год им делалась виза, и через год они уже могли уехать в Штаты на нормальную как раз и должность, и зарплату, и вот с этим L1, а этот год они просто в Москве сидели. Да, им год надо работать. Просто сама по себе виза делается реально не очень долго, то есть, просто плачешь юристам, юристы тебе все оформляют, а ты просто идешь в посольство, проходишь интервью, и все, у тебя уже есть виза. Потому что, допустим, H1B это лотерейная виза, она только раз в год. Есть еще как бы третья виза, O1, это как бы виза талантов, вообще первоначально я целился на нее, то есть там есть пункты с там 10 или сколько пунктов, ты должен проходить по трем из них. А ты уже давно придумал, что в Америку ходишь? У меня просто одна из таких детских идей. А какие еще бы детские идеи были? Ну, у меня как бы детская идея, мне что-то, я, короче, это такая очень смешная, наверное, тупая мысль, иметь дом возле океана. Ага, так, дом возле океана, а еще? Типа в Калифорнии там свой стартап иметь, ну вот не знаю. Мне казалось, что я как бы любил рисовать, думаю, что вот архитекторы крутые чуваки, как бы если я буду крутым архитектором, у меня может быть там дом возле океана, и я его сам спроектирую, например. Как бы, но архитектором быть не получилось, как бы смотрю другие варианты. Причем как бы очень смешно, что я как бы, ну, играл в футбол, и когда поступил в институт, у меня кто-то там смеялся, типа, ну, вот сейчас Гриша пойдет, типа, программистом будет. Я говорю, ну, я там когда-то, не знаю, говорю, может в будущем буду в долине работать или что-то еще. Они просто откровенно надо мной смеялись, говорили, чувак, типа. Мы будем тут профессиональными футболистами, а ты будешь. Ну, по факту получилось, что почти никто, ну, очень крутым футболистом не стал. Вот только, так, у меня там косвенно знакомый. У меня парни играли с Зинченко, который сейчас в Манчестер-Сити играет. Вот такая вот тусовка, как бы, с ним мы с ним тусим последнее время по вечерам, по ночам. Я когда, вот, допустим, приехал на прошлой неделе домой, то есть я в первую очередь приехал, потому что мне надо было сдавать сессию. В результате, как бы, ну, меня и родители давно не видели. То есть, как бы, я перед тем, как уезжал, я не снимал квартиру. Последний месяц, считывая, что там путешествовал на конференции и так далее. То есть, как бы, жил две недели где-то в Европе, неделя дома. Жил, как бы, дома. Приехал домой, как бы, родители хотели меня увидеть. Я чаще всего прихожу там в три ночи где-то. Потому что там, кого-то день рождения, потом пошел с кем-то потусил, где-то повесел. А учитывая то, что, как бы, я работаю напрямую в Сан-Франциско, то я прихожу, как бы, у меня какой режим дня? То есть, я могу прийти на работу где-то на 12, к примеру. Поработать, там, ну, до вечера посидеть в офисе. Потом пойти где-то потусить, потом вернуться домой. У меня уже точно накопилась куча вопросов от различного, там, маркетинга или инженера в Сан-Франциско. Сесть, они такие говорят, о, у тебя же ночь. Я такой, нет, нормально, все хорошо. И связаться с ними, поговорить, там, до часиков, там, в трех ночи. Ну, спокойно пойти спать. Окей. Ну, то есть, если подытожить, чтобы уехать, вот, жить и работать в Америку... Надо найти компанию. Надо найти компанию, которая перевезет тебя, потому что видит самая большая проблема. Да. В Европу намного проще. Ты просто можешь найти компанию, и они тебя буквально за пару месяцев могут спокойно перевезти. Я прочитал в описании тебя на, там, одного из событий, что ты приверженец хипстерских решений. Начал ли ты ходить в коричневых штанах? Нет, я не начал ходить в коричневых штанах, но я себе их хочу купить. А в чем именно хипстерские решения? Ну, вот, ты верно подметил, когда мы говорили о докладах, что, как бы, я рассказывал про джаст, когда, по сути, джаст только вышел, а я уже, мы его уже пробовали на продакшен. То есть, как бы, мы реально пытаемся имплементить какие-то новые решения, новые технологии, если, как бы, если они себя оправдывают. И, с другой стороны, как бы, я же пишу дайджест на доу. Получается, как бы, я раз в месяц, да, хотелось бы почаще, но раз в месяц я, там, посмотрю на все свои записи в Evernote и так далее, просматриваю все статьи, которые я прочитал, и, получается, как бы, я читал статьи про всякие, там, новые технологии, новые решения. И в результате, как бы, я полностью во всем новом, что выходит каждый месяц. То есть, как бы, у меня есть какое-то минимальное мнение про ту или иную технологию. Как бы, если мне какая-то технология нравится, и я понимаю, что она решает какую-то задачу лучше, чем какая-то технология, которая была до этого. Либо, как бы, я могу просто, там, вот, допустим, вышел новый веб-пак, мне надо было сейчас переводить инфраструктуру, я сразу же пишу на четвертом веб-паке. Стреляю себе кучу раз в ноги, но продолжаю писать, и все прикольно. Фронтенд-разработчику особенно, как бы, и вообще любому разработчику не надо вечно сидеть на месте, надо себя развивать, надо быть в тренде. Раз уж начали говорить про дайджест, как, в принципе, ты попал, то есть, как у тебя появился доступ к тому, чтобы там делать этот фронтенд-дайджест, и как вообще он составляется? То есть, просто ли это то, что ты, оп, увидел там, раз копировал себе, или это как-то более хитро происходит? Это был где-то мой второй месяц стажировки, появился первый фронтенд-дайджест, его писал мой техлит. И потом, начиная с какой-то версии дайджеста, он начал нам в чат кидать какой-то драфт дайджеста и просить нас подавлять какие-то ссылки, которые мы читаем. В результате, ну, я думаю, что в каких-то последних вообще его дайджестах, где-то, я думаю, процента, одна треть, наверное, была моих ссылок, я так думаю. Надо посмотреть, может, я преувеличиваю, может, преуменьшаю. Но я реально очень много вкладывался, ну, когда я видел какую-то статью, я сразу же ее кидал в дайджест. И в конце этих дайджестов он писал, как бы, именно о людей, которые ему помогают. Потом, в результате, в один из месяцев он написал, что, как бы, даже слишком много не выходил, и мне бы хотелось бы кому-то его передать. И спросил у нас в чате серии фронтенд-разработчиков, кто бы хотел бы его забрать с себя, заунить. Я долго думал и подумал заунить. В результате, как бы, начал писать дайджесты. Сейчас, если честно, вот мы с тобой поговорили, это меня немного стимулирует продолжать его писать. Именно, возможно, сделать это немножко почаще. Я сейчас, если честно, в каком-то сомнении, несомнении, я думаю, как вообще, возможно, правильно дальше продолжать. Вот это начинание с дайджестами и так далее. А в чем ты считаешь вообще преимущество этих дайджестов и вот такого формата? Получается, я для себя еще не нашел какой-то оптимальный формат, как должен выглядеть дайджест. То есть, я там с каждой версией вечно меняю формат, вечно прикажу какой-то. Но очень удобно раз в месяц заходить на какой-то сайт и видеть все, что новое, что появилось за этот месяц. И если тебя там интересует Angular, прочитать что-то про Angular. Как бы одной из проблем, допустим, моего текущего дайджеста, это является то, что я не пишу на Angular. И там реально не так уж и много статей по Angular, как, например, по React. Я помню, был какой-то дайджест, где у меня, допустим, если сделать Command-Def и написать React, там будет где-то 56 выделенных. А если на Command-Def написать Angular, там будет 3 или 4. И один из парней написал этот комментарий и сказал, что надо что-то менять. В принципе, у меня сейчас есть идея. Идея есть уже очень-очень давно, но у меня никак не доходят до этого руки. Это как-то это все дело автоматизировать. И в чем она заключается? Заключается в том, что, например, создать какой-то закрытый чат, куда я могу пригласить каких-то экспертов по той или иной технологии. Которые, допустим, будут просто писать с хэштегом нужную статью и какая-то технология. Потом обычный Telegram-бот будет это все коллектить. У меня будет получаться автоматический дайджест каждую неделю. Возможно, можно обучить бота как-то там машинным обучением, чтобы он, например, мне конспектировал статью и так далее. Потому что есть уже алгоритмы, они очень простые, конспектирование и так далее. Ясно. А я как раз хотел спросить, не думаешь ли ты кому-то как раз еще трансферить олдерство? Потому что ты, насколько я видел, начинаешь немножко отваливаться и в свои сроки не укладываешься? То есть каждый месяц до тебя дайджест не выходит? Еще самое главное, что мне спрашивают, когда ты можешь выпустить дайджест. Я говорю, давайте вот в эту неделю. Если бы мне самодолу настали более четкие рамки этих дайджестов, я бы вкладывался. То есть я не люблю за собой оставлять хвосты и так далее. Если у меня что-то просят, и я за что-то берусь, и если мне это нравится, это не на лишь бы сделать, а это я делаю не на лишь бы сделать, то, понятное дело, не выходили бы чаще. У меня была бы задача выпускать каждую неделю, я бы пытался выпускать каждую неделю. Не получалось бы, кого-то бы еще приобщал. Потому что в отличие от моего тех лета, я полностью весь дайджест пишу я. Я просто в конце кидаю парням, чтобы они мне грамматические ошибки прорывали. Может, у меня есть какие-то там статьи очень древние, они уже считают, что это типа старо. А я ее только сейчас для себя открыл. Сколько готовится один дайджест? Чаще всего я начинаю писать за неделю до дедлайна. Какой-то из вечеров. Трачу на это в основном выходные. И где-то вот на неделю кидаю парням. То есть где-то 4 вечера примерно. Но даже с каждой версии это как-то становится уже побыстрее. Потому что я свой процесс автоматизирую. У меня уже есть в Твиттере залайканное. Или я в Твиттере себе добавил какой-то лист, который сам себе формирует только для меня. А я туда только с Твиттера кидаю линки. Я просто прохожусь по этому Твиттер-листу. Прохожусь по определенным постам, которые я залайкал в медиуме. И так далее. Раньше у меня была проблема именно в нахождении ресурсов. В нахождении, где есть оптимальная информация и так далее. Сейчас это все уже плюс-минус есть алгоритм, когда я это лайкаю. Я же и так в процессе месяца читаю. Я же не читаю только одну неделю. Потом все пишу. Да, понятное дело. Смотри, что еще забыли обсудить. Ты, по крайней мере, так же модно, как приверженец кипсерских решений. Написано, что ты приверженец функциональных парадигм. Расскажи, в принципе, я читал, что ты давно уже увлекся functional reactive programming и Haskell. Это еще началось когда? Почему именно это в тебя вдохновило? Я вчера немножко рассказывал на митапе. И в чем была идея? У меня был один из моих техлидов. Другой уже? Да, это уже другой был техлид. Сколько у тебя всего было техлидов? Сейчас, получается, у меня третий техлид. Окей. Уже третий техлид. А тот техлид реально... Вот чем он мне нравился? Он все пытался делать правильно. Тут у него была такая фишка. И он очень-очень много всего знал. Если ты у него что-то чуть ли не по микробиологии спросишь, он тебе какой-то профессор прочитает по этому лекцию. И чем он занимался после работы? Он читал книжки по Haskell. Что-то на ESODE пытался писать. Это backend framework на Haskell. У него там очень крутые беншмарки. И так далее. И я за этим делом всем смотрел. И подумал, что, блин, у меня крутой техлид. Мне хочется у него... Я у каждого техлида чему-то хочу научиться. То почему бы мне не научиться функциональному программированию? Тогда появился Elm. И я решил на выходных написать какую-то очень простую аппу на Elm. А еще до этого я познакомился с парнем, у которого у один. И я такой подумал. А я же хотел уехать в Штаты и так далее. Как-то в будущем, в перспективе. Я подумал, что вот Elm еще рынок не освоенный. Давай я сейчас поберегу, научусь писать на Elm. И там, не знаю, блокпост какой-то напишу по Elm. И так далее. Но это, конечно, наверное, была у меня самая большая ошибка в моей жизни. Потому что я просто целые выходные... Мы с другом договорились писать игру. Elm вроде для игры неплохо функциональное программирование, все дела. Мы придумали сценарий игры и так далее. Что, типа, будет 2D-игрушка. Я там нарисую потом дизайн и так далее у меня. Это отдельная, кстати, история про игры. Но про то, как я хотел быть геймдевом. Так вот. Мы хотели написать игру. Кстати, он начал писать свой сниппет кода. Я начал писать свой сниппет кода. Кстати, я просто своим сниппетом кода провозился, я не знаю, все выходные. Потом такой подумал, так, это где-то было уже воскресенье ночь. Мой сниппет кода был еще не готов. Я очень сильно боялся оплошать, потому что был уверен, что мой друг там все напишет. Я решил написать To-Do-List. Кстати, я даже To-Do-List написать не смог на Elm. И я пришел к... Ну, когда мы сниппет кода с другом, оказалось, что он тоже вообще ничего не смог написать. Кстати, как бы он пошел читать какую-то книжку по функциональному программированию. Я на следующий день пошел на работу и спросил у тех лета, можешь хоть ты мне после работы помочь To-Do-List написать? Он на Elm особо много не писал. Но, учитывая, что он знал Haskell, он такой, ага, это так, как в Haskell здесь, здесь так. В итоге мы написали To-Do-List. И я посмотрел, как он мыслит, как он работает. И спросил, может мне лучше Haskell, значит, нормально учить. Потому что до этого, как я привык писать приложение. Я открываю документацию, я читаю документацию, потом пытаюсь что-то написать. Смотрю, гуглю, ну, как, в принципе, наверное, обычно, как это все происходит. Тут, в принципе, я сделал все свои шаги, и мне впервые мой алгоритм дал сбой. В результате я решил более фундаментально сесть за эту тему и начал читать книжки по Haskell. В результате, как бы, нельзя сказать, вообще нельзя говорить, что ты знаешь Haskell. Потому что даже создатель Haskell сказал, что, типа, бросив того парня камнем, который скажет, что он знает Haskell. То есть я его, наверное, знаю там на какой-то там 0-0-0, там 1%, потому что там реально очень жесткая математика и так далее. Но это меня развивает в плане моего мышления. То есть, как бы, определенные задачи я могу решать немножко по-другому. А там с появлением того, после того, как я начал заниматься, допустим, Фоколом, и начал писать на Rx, это еще больше меня как-то стимулировало мыслить немножко по-другому, мыслить потоками и так далее. Это реально очень-очень прикольно. Окей, хорошо. Про выступление. Во-первых, что хотелось бы спросить. Ты, я так понимаю, много где выступал. Какая самая клевая конференция, на которой ты выступал? Ну, или если это не одна, то пару-тройку. Очень крутая была ReactiveConf позапрошлого года. Не прошлого, потому что в прошлом году они очень сильно оплошали. И очень много плохих там критики. Там вот Пегги вообще отказалась участвовать. Ну да, это история вся сложная. Например, Йола, который с 4Mandable, он же вообще написал, что типа я Lightning, снимаю свой Lightning. И у меня очень много друзей сняло Lightning, а я с ними вообще в одном как бы чате. Расскажи, слушайте им, что значит снять Lightning. То есть, как происходит запись на Lightning на ReactiveConf? Ты делаешь пропозу какой-то с Lightning и просишь свое комьюнити, локально или не локально, его постарить на GitHub, эту гисту. Гиста, которые имеют больше всего старов, попадают на конфу. Кстати, как бы попадают 10 докладов. Из них 3 имеют бесплатный билет. Считывая, что у меня уже был опыт попадания на ReactiveConf с Lightning. Я в прошлом году вообще был уверен, что я очень просто попаду. И буквально, допустим, там оставалась неделя до Deadline. Я запустил свой Lightning, написал там в канальчике в Телеграме, чуваки по старте, пожалуйста. И я буквально в первый же день просто догнал первое место и так далее. Тогда как раз Йола шел на первом месте. А что было в твоем Lightning? У меня был доклад про то, как подружить React с RX. У меня прям он так и типа назывался. Как подружить там React с RX или давайте там начнем программировать на Focal. Где я рассказал, что у меня были Airbnb-шные хосты болгарины в Вене. И они хотели писать на React. И у них ничего не получалось. И я им типа пытался продать Focal. Получилось? Airbnb-шным хостам или на конфе. На конфе не знаю, как бы Airbnb-шные хосты походу не React-девы. Я просто, в чем эту идею, предложил Сережа Рубанов, с которым мы жили в Вене тогда. Ну, было весело. Потому что у меня был до этого очень прикольный доклад про Одессу, где я рассказывал про личного разработчика Семена, которого Project Lead Diablo. И Семену вечно приходит задача сверху. А его Redux Store уже настолько большой, что ему сложно его изменять. И форм уже слишком много. И так далее. Окей, ладно. Еще какая-то или все? Прикольная конфа была в Аликанте. Очень прикольная конфа. Хоть много спикеров не захотели на нее поехать. И все, кто поехали, в основном там были парни с Вены. Всем очень сильно понравилось. Потому что было хорошее отношение ко всем слушателям, к спикерам хорошее было отношение. Это, кстати, реально очень важно. Хорошее отношение. Потому что все четко было. Чтобы были какие-то дедлайны, чтобы тебя там прогнали. Чтобы тебя хорошо разместили. И так далее. Как называлась конфа? Реакт Аликанте. Типа React Conference in Spain. У тебя была очень бурная вот эта неделя в Москве. То есть ты выступил на Web Standard Days, ты выступил на React Moscow, ты сходил, записался на Radio.js, насколько я видел по Фейсбуку. Ты, собственно, сейчас здесь. Я что-то забыл? Еще что-то забыл? Если, я не знаю, успею сегодня или нет, но вот вечером еще сегодня в Авито закрытый доклад. Я еще вечером просто съезжу в Авито. У меня как бы пропуск на меня выписан. Вечером туда съезжу. Завтра у нас с Сережей самолет в Минск. И у нас Минск. Но в Минске я податься не успел с докладом. И я там просто послушаю, потусуюсь. И на следующей неделе тот доклад, который был вчера у меня на русском, я надеюсь, его в этот раз запишут. И я этот доклад буду рассказывать на английском в Киеве на следующей неделе. И когда буду рассказывать его на английском, там я уверен, что меня его запишут так точно. Какие впечатления от конференции? Которая в ВСД как бы... Ну, очень как всегда, как бы на ВСД много докладов про верстку. Но кроме этого были, допустим, крутые доклады. Дворного был прикольный доклад. Там причем даже сесть же негде было. И я потом его вчера вечером перед сном посмотрел в записи. Хорошо, что за запись почти сразу выложили. То есть, то, что я не посмотрел, и мне было интересно, я ему спокойно посмотрел записи, спокойно дома, очень быстро. И у него был прикольный доклад. Так вообще, как бы, это был почти мой первый день. У меня в общем здесь много знакомых. Биржа с комьюнити и так далее. И как бы я был очень рад со всеми ими увидеться из-за этого. По сути, первый день конференции, я больше с ними всеми комьюнился, общался, потому что как бы давно не виделись. Но при этом ты в Москве, насколько я понимаю, буквально второй раз. Да. Как ты вот с этим биржа с комьюнити так успел подружиться? Ну, во-первых, как бы главный биржа с адвокат Сережа Рабанов. Ну да, он знатый предшественник. Да, да. И как бы мы с ним очень часто пересекались на различных конференциях. Вот последний раз, перед тем, как я уезжал, мы с ним жили неделю. Мы жили компанией. Жили в Вене, потом жили вместе в Братиславе. Сережа тогда был отпуск. Впервые за пять лет это прям вагон истории. Во-первых, как бы есть биржа с в Киеве. Его основой парень Сережа Фролов, он какое-то время жил в Москве, он там познакомился с Сережей Рабановым. Тогда только, как я понимаю, начиналось вообще это биржа с движением. И оно очень хорошо зашло в Киеве. То есть сейчас даже в Москве биржа с не собирается каждую неделю, а в Киеве он собирается буквально каждую неделю. И реально, то есть биржа в Киеве стал неким Киевджесом. И парни, которые организовывают биржес, они сейчас организовывают Киевджес. И в основном, как бы киевский даже биржес час нам, учитывая, что я сижу в обоих чатах. В Киеве я побольше пишу. Киевская реально комьюнити сейчас очень прикольная. Конечно, в московской намного больше пишу. Город больше. Но киевский час биржеса сейчас там больше людей, наверное, в два раза, чем в московском части биржеса. Окей, про биржес ясно. Я слышал историю, что ты смог опоздать на реакт-митап, который был в среду. Расскажи, как тебе опыт опоздания на митапы? У меня был первый раз в жизни прекрасный опыт знакомства с московскими пробками и отличными московскими развязками. В результате одной из таких развязок мы с Денисом просидели в его мишине на одном повороте просто минут 20. Потому что заглох Жигуль, полоса была всего одна, а машины еще на этой развязке не дают проехать тем, кто хочет на этой развязке по-адекватному ехать. В результате мы просто минут 20 простояли в одном месте, минут 20 простояли в другом месте. И я познал искусство четырех рядов московских пробок, в результате опоздав на митап. И как вы такие проблемы решили? Митап должен был начинаться с вступительного дайджеста, где Денис будет рассказывать про технологии. Я буду немного дополнять про определенные технологии. Например, CSS NGS, DHR, React SketchUp, Webpack и про Reason я немножко рассказал. И дальше Денис должен был рассказать про React Amsterdam, рекламировать React Amsterdam. Привет, Денис. И дальше я должен был открывать митап, рассказывать. Тем более, что год назад, когда я приезжал, был второй React митап, где у меня был, походу, основной доклад. И я там завалил, походу, все дедлайны, потому что у меня было там 150-160 слайдов. И я реально просто прошелся почти по всем архитектурам React, которые тогда были популярны. И получается, как бы мы опаздываем. Опаздываем где-то на минуту, даже не на 15, на минуту, наверное, на 30. И в результате поставили парня, который должен был вторым рассказывать из Яндекса. Поставили первым. Он рассказал свой доклад, мы пришли. Мы сделали немножко маленький перерыв, 5 минут, и потом мы поначали конференцию. И я должен был рассказывать про реактивность. Но реактивный доклад опоздал на React Moscow. И я прям рассказывал про реактивность маневрирования в московских пробках и так далее. Окей. И последнее, собственно, Radio.js. Что вы там обсуждали? Как вообще тебе опыт участия? Я так понимаю, что... Это был мой первый подкаст. Причем он получился очень сильно спонтанным. Майоров просто предложил, давайте запишем. Тем более, Сережа должен был с ним записываться и до этого. И мы там немножко обсудили SF. И в основном, как бы, мы там... Я вот реально рассказал про себя немного, рассказал очень много про доклад, который был, получается, вчера. И также я очень много там промолчал, потому что там в основном общались про веб-ассембли и так далее. Сейчас Сережа у нас главный по веб-ассембли. Как бы у меня огромного экспертного мнения нет. Но в конце мы начали сначала с... Впак 4 обсуждали. Как раз я сейчас с ним работаю. И потом мы в конце просто очень много обсуждали про развитие и про то, наверное, стоит ли вообще фронтенд разработчикам учить в веб-ассембли. Насколько сложно будет выучить перейти на C++ на раз. У нас там получилась целая дискуссия в самом конце. Не знаю, насколько она в финальную версию попадет. Ладно, поехали по более-менее стандартным вопросам. Да, как раз, во-первых, про Киев. Ты как житель Киева, я так понимаю, исконный. Вот расскажи в целом, если вот, допустим, я разработчик, который очень сильно хочет переехать в Киев. Что мне нужно сделать? Что я там могу крутого почерпнуть как разработчик? Как разработчик. Окей. Чтобы переехать в Киев, я не думаю, что надо очень сильно сложно. Это не переехать в Штаты. Это примерно так же, я думаю, может даже проще, чем переехать в Берлин и так далее. А проще, чем переехать в Минск? Я думаю, примерно одинаково. У меня в команде очень много людей с России работают. Вот мой техлит, который сейчас мой техлит, он с Нижнего Новгорода, он пару лет жил в Киеве до того, как переехать в Штаты. То есть, получается, особо сложного труда. Надо просто найти компанию. Есть определенные крутые компании в Киеве. И в отличие, допустим, от Москвы, в Москве, как я понял, есть очень много крутых компаний, именно московских, которые уже стали корпорациями. Типа там Яндекса, Рамблера, Майл.ру и так далее. То есть, это тоже не продуктовая компания, это уже, по сути, большая корпорация, у которой есть разные продукты и так далее. В Киеве, в основном, как бы, либо есть аутсорс, что мне не очень сильно нравится и вообще не нравится, как бы, работать на аутсорсе, либо есть продуктовая компания. И есть прикольная продуктовая компания, это, как бы, вот, Grammarly. Как бы, я выделил бы Grammarly, выделил бы DataRobot, который бостонский, выделил бы Wix и выделил бы, возможно, Ringlabs, хотя там не самые хорошие про них отзывы от сотрудников. Бывших? И текущих. Я не буду говорить именно. То есть, получается, что в Киеве есть клевые компании, которые, как раз, вот, филиалы компании, которые есть в Америке. Да, тем более, что, как бы, ну, я не знаю, просто, как там DataRobot и так далее. То есть, вообще, типа, как бы, вот, а, есть еще МакПау, и, как бы, у них даже не филиал, у них, как бы, главный офис. Как бы, у нас, по-моему, Grammarly, наш, как бы, киевский офис, он самый большой. То есть, как бы, в основном, вся разработка сидит в Киеве. А, тем более, сейчас новый офис, он реально очень-очень крутой. Самый крутой, наверное, сейчас в Киеве вообще офис, который будет, там, годы архитектора делали, короче, офис. А вот в рамках, там, сообществ, каких-то вообще плюшек, там, снятия квартир, вот таких вот вещей? Понятное дело, что цены в Киеве... Короче, инфраструктура, например, если сравнивать с Москвой, инфраструктура, конечно, в Москве поприкольнее, там и денег больше, то есть, там, дороги всякое, там, метро намного лучше и так далее. Но, в принципе, как бы, снять квартиру в центре стоит реально очень дешево и еда очень дешевая. То есть, по сути, как бы, ты не сильно тираешь, допустим, в каком-то там классе в плане инфраструктуры, зато получается у тебя все примерно в два раза дешевле и порой даже зарплаты больше, чем в Москве. Почему тебе так нравится грузинская кухня? Короче, по поводу грузинской кухни. В Сан-Франциско мы баловали себя с другом на выходных, ходя в русские рестораны, едя, там, борщ, солянку, там, пельмени и так далее. Но там не было грузинской кухни, и всех, кто в Сан-Франциско приезжал домой или ехал куда-то, они там ели грузинскую кухню. Мне вечно говорили, я там съел, там, люля-кебаб, там, этот хачапури, и мне что-то очень сильно хотелось грузинской кухни. А, то есть просто отсутствие какого-то продукта заставляет его хотеть? Да, отсутствие продукта заставляет его не хотеть. Я тебя понял, хорошо. У меня есть стандартный вопрос, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? Я так понимаю, что ты бы стал архитектором, расскажи вообще, как ты представлял себе развитие вот этих профессиях, что бы ты делал? В принципе, я сейчас в программировании занимаюсь примерно тем, чем мне нравится, возможно, в будущем это будет больший уклон. Мне именно нравилось, то есть мне нравилось разработать интерфейсы, то есть как бы именно дизайн интерфейсов и так далее. То есть этим я сейчас занимаюсь программированием, возможно, когда-то это будет на уровне системы и так далее. А так вообще получается, в архитектуре я хотел создавать свои здания, свои дизайнерские определенные решения. То есть я бы хотел быть архитектором каких-то бизнес-центров, конференц-зал и так далее. Из-за этого я очень люблю фотографировать архитектуру. Реально, там на сараме почти все фотки архитектуры. Мне из последнего, что мне больше всего понравилось, это в Валенсии есть город науки и искусства. Там такое футуристическое здание. И это реально очень-очень красиво, круто. Я прям вдохновляюсь. Не жалеешь, что ты этим не занялся, а в итоге в разработку пошел? Не знаю, наверное, нет. Потому что я сейчас понимаю, что, чтобы быть крутым, наверное, архитектором, сейчас, опять же, ты должен жить даже, наверное, не в СНД и учиться не в СНД. Потому что хорошие архитектурные всякие школы, они в основном в Германии и на Западе. То есть, опять же, это намного сложнее, как бы, рамка вхождения. Я сейчас, допустим, пытаюсь добиться успеха, что, например, мой младший брат поступил в крутой вуз какой-то. Потенциально, как бы, это одна из моих целей. Еще что есть, то есть, например, биржесов и так далее. У нас, получается, есть биржес каждую неделю, каждый месяц у нас, как минимум, есть один киев джесс метап. И потом есть у нас реакт киев каждый месяц. Есть сейчас даже всякие анконференс пытают проводить. Это около девелопер темы, например, там про релокит, эвент целый, или там про фриланс, про опенсорс. Есть также прикольная тема. Взяли мы ее с Израиля, называется goodness core, и как-то так называется. Короче, приглашают каких-то крутых опенсорсеров и приглашают, допустим, там регистрация, там 20-30 человек. Эти 20-30 человек разбивают на группу, а эти опенсорсеры дают им issues, реальных задач. И эти, как бы, 20-30 людей, как бы, знакомятся с опенсорсом. Например, как бы, я участвовал в качестве ментора на первом, который был в Киеве. Я был, как бы, ментором по MobX. А также, допустим, вот Олег Свободский, он был ментором по GSS, но он был удаленно с Берлина. И даже, как я слышал по результатам этого goodness core, он даже взял пару чуваков, которые сейчас ему пилят core, частичное GSS. То есть, как бы, потенциально... То есть, и это теперь проводится, может, три даже раза уже было. То есть, это прикольная тема. Тоже стараться там раз в два месяца проводить. То есть, ну, Angular метап, как бы, парни очень много экспериментируют, реально, с каждым годом, как в Москве, так и в Киеве, реально, уровень, количество метапов растет. Окей. Стандартный вопрос, на который я предвижу очевидный ответ. Нет, но поэтому задам его немножко по-другому. Окей, React, Angular, Vue или Ember, понятно. Ты скажешь React, скорее всего. Да. Окей. А вот если выбирать между остальных, то что бы ты выбрал? Если, типа, не писать на React, на Backbone. Еще тогда Rx надо выкинуть, потому что я скажу Rx. Нет, если выбирать вот Angular, Vue или Ember. А, Angular, Vue или Ember. Мы писали на Vue, когда Vue еще не был мейнстримом. Это была версия 0, там, 0, 9, 0, 12, 0, 14. У нас был редактор написан на Vue, grammar.com был написан на Vue. Но мы успешно все переписали на React. Так, то есть не удалось, и все. Но Vue при этом Angular и Ember, в принципе, не пробовал. Я пробовал и Angular, и Ember. У меня курсовая работа была на Angular одна. Мой дипломный проект на React, на тебе. Нормально. Я бы, наверное, взял бы Angular, он сейчас реально очень крутым становится. Типа, я очень большой, можно сказать, в определенный момент был очень большим хейтером Angular, потому что я считал, что библиотеки слишком много, она очень много тебе навязывает. Мне в этом плане React больше нравится. Но с каждой версией они там сейчас дробят очень много. И реально он становится крутым. И в нем RX. Не поспоришь. Опять же, какая справедливая зарплата фронт-энд-разработчиков в Киеве? Справедливая? С мира какого уровня фронт-энд-разработчиков? Ну, давай прям по уровням. Например, сколько Junior, Middle и Senior? Ну, Junior, скорее всего, зарабатывает, я думаю, где-то до 1000-1200 максимум, я думаю, он будет зарабатывать. Долларов? В Middle, я думаю, где-то будет зарабатывать до двух, возможно, там двух с половиной. И Senior будет зарабатывать где-то от, допустим, двух-восемьдесят, чаще всего от трех. От трех зарабатывает Senior. А есть какой-то потолок у Senior? У меня сейчас такое ощущение, что рынок реально очень сильно размыливается, очень сильно. И реально там порой есть какие-то предложения, приходит какая-то большая западная компания с R&D на офисом, и она там может тебе предложить, например, в пять раз больше зарплаты. И даже потолка может не быть. В общем, зарплата может быть даже больше, чем в Сан-Франциско. Мне просто реально кажется, вот во фронтенде и вообще вот в разработке я не встречал такого раньше. Реально я вижу некий такой аналог, да, вот мы с тобой обсуждали футбол, трансферного рынка в футболе, когда вот вроде как есть какой-то адекватный потолок зарплат, но когда приходит какая-то новая компания, и вот ей вот прям позарезно, что разработчики, а деньги у нее есть, она берет и говорит, все платят 5000 долларов, а мы 6 будем платить. И все, и он так все больше и больше разрастает. У меня были случаи, когда парни уходили с разных работ, когда им предлагали в 4 раза больше зарплат. Причем там типа они уже зарабатывали где-то там 3-4, а им предлагают в 4 раза больше. То есть, в числе не 16 в Киеве. То есть, 16 парни в долине не получают, почти все. 16 тысяч баксов в месяц. Да, в месяц. 16 тысяч баксов в месяц. Это почти миллион рублей. Да. Но это не фронтенд разработчик, а бэкэнд разработчик, но все же. Ну, я просто, да. Заплаток фронтендов и бэкэндов примерно сейчас одинаковый. Я просто с точки зрения еще руководителя начинаю рассуждать, что вот если в белую платить 16 тысяч баксов, то это потом еще примерно столько же нужно заплатить налогов и так далее. Нет, сейчас в Киеве очень классная, очень классная налоговая система. Это же магия просто. Там 3-4% налог. Все фопы, всех 4-3. То есть, как бы, это же... Почему в Киеве сейчас очень рентабельно размещать, как бы, там, олдсорс и так далее? Потому что, например, как бы, вверх, один из самых больших процентов программистов населения на квадратный метр, раньше это в Израиле было, а сейчас вроде уже, типа, в Украине, в Киеве. Потому что, как бы, в Израиле ты когда плачешь 3 тысячи долларов с сеньора, то, как бы, он там получает, там, сколько, 30% налог, там, большие же налоги. Ну, там, в лучшем случае, там, сколько, 2 с копейкой. Киви-то плач 3 тысячи долларов, человек получает, там, 2 900. Звучит, как магия. Интересно. Не знаю, с учетом того, что мы обсуждали грузинскую и русскую кухню, как у нас выйдет, но стандартная рубрика «Готовим с рентабельно разработчиком». Насколько ты умеешь готовить в свои 22 года? Любишь и так далее? Когда я живу в Сан-Франциско, с парнем «Привет, Игнат». С Игнатом, это вот мой друг, мы с ним жили в Сан-Франциско, то он готов завтраки, а я мыл посуду. Отлично. У нас было такое классное разделение обязанностей. А ужины кто готовил? Ты? А ужины в Сан-Франциско, ты чаще всего ходишь обедать в рестнике, в кафешке, ужины так же. То есть, как бы, в принципе, я слушал такую тему про Европу, в Сан-Франциско с этим, как бы, столкнулся, что реально готовить. Во-первых, все продукты очень странные, как бы, отдельная тема про органик, неорганик, то, что я писал в чате у себя. То есть, как бы, и реально это все дело приготовить, порой как-то очень сложно, не сложно. Нигде не хочется на это, сейчас не тратить времени. Тебе зарплата позволяет спокойно пойти где-то поужинать по-быстрому. Более того, что там очень классная азиатская еда. Я реально первый раз в жизни пробовал крутую азиатскую еду, и я сейчас понемногу, как я-то скучал за грузинской едой, сейчас понемногу скучаю по крутому раменам. То есть, вот это вот все, что я постоянно видел, как я встретил вашу маму, и постоянно с этого смеялся, что они постоянно, что пойти поесть, пойдем поедим китайской едой. То есть, это действительно так? Да, это так. То есть, в Америке все ходят есть азиатскую еду? Ну, в разных, ну, как бы там разные, допустим, там сегодня хочу индийскую. Ну, мне китайская не очень сильно нравится, потому что там кисло-сладкое мясо, оно такое на любителя. А, допустим, какая-то японская еда, типа рамен, или там, допустим, всякие гимсамы, вот такие китайские, либо там очень прикольные места с лапшой, где-то может наложить топик, всякие типа дополнения, и я в одном корейском месте приходил и всегда добавлял свинину и курицу. И сначала, короче, официанты с этого смеялись, потом они уже как бы привыкли, что я добавляю всегда, потому что она там дешевая, и можно типа еще больше наесться добавляя. То есть, ты еще к мясу добавляешь, сверху еще мясо? Да, да. Готови-то ты хоть раз готовил? Я себе яичницу точно сделаю, кашу себе сделаю. Не, когда родители уезжали, когда я был маленький, я сам себе готовил. То есть, типа как-то минимум, минимум что-то я себе приготовить спокойно могу. Тем более, когда у меня там нормальная кухня, нормальные приборы, и я сходил на базар, купил еду. Я как бы знаю, что ожидать от этого огурца или помидора. Вот это мексиканские огурцы лучше их вообще никогда не есть. Сто лет не слышу слова базар. Базар, да, на базар сходить или в супермаркет. Последнее. У нас гость, как правило, дает какой-то там совет, какую-то напутственную речь говорит. Что ты можешь посоветовать? Да, в принципе, как бы похоже, хотел сказать на радио жест. То есть, главная моя мысль в том, чтобы не ограничивать себя. С самого начала надо стать профессионалом в какой-то одной среде. Допустим, там, в JavaScript, если ты фронтенд. Но потом не надо себя ограничивать JavaScript, и надо вечно развиваться. Смотреть, что есть в округе, и лучшие практики, best practices. Приносить JavaScript. В результате мы будем получать крутые решения. И самое главное в этом всем процессе то, что надо научиться сначала не расфокусироваться, а потом очень грамотно развиваться дальше, не сидеть на месте. Круто. Спасибо тебе большое, что пришел. Что от себя хотелось бы добавить, это, как всегда, не забывайте поставить лайк этому выпуску, поделитесь с друзьями, и вы обязательно уедете в Сан-Франциско после этого. Также подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Обязательно вступайте во все наши группы в социальных сетях. Мы показываем человеческое лицо фронтенда. У нас это получается всегда интересно и не скучно. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.